Своеобразный юбилей отмечает в Одессе Центр реабилитации детей-инвалидов, более известный как Дом с Ангелом. За 25-летнюю историю учреждения число юных пациентов достигло 25 тысяч. Андрей Анастасов собственными глазами увидел, как малыши с детским церебральным параличом здесь в буквальном смысле ставят на ноги. Маленький Ярослав буквально визжит от восторга среди воздушных шариков в бассейне. Рядом светящуюся колбу рассматривает Олег. Это так называемая сенсорная комната. Собранные здесь устройства воздействуют сразу на все органы чувств больного ребенка. Наша задача научить ребенка с этими проблемами самостоятельно себя обслуживать, одеваться, раздеваться, кушать, если есть возможность учиться и работать. После полного курса лечения самостоятельно начинают ходить почти все пациенты. В Одесский центр реабилитации детей-инвалидов люди едут со всей Украины, а также из соседних стран. И настоящим чудом по прибытии для них становится то, что лечение, проживание и питание здесь предоставляется абсолютно бесплатно. Основатель центра Одессит Борис Литвак. Помогать больным детям он решил еще в начале 90-х. Тогда от тяжелой болезни умерла его дочь Ирина. Незадолго до смерти она попросила отца уделять внимание не здоровым и сильным, а слабым и больным. У меня иной задачи в этой жизни не было. Как воплотить в жизнь вот эту ее идею. Это память Ирочки моей. Вон ее портрет. Она с нами. Деньги центру дают спонсоры и местные власти. Помочь пообещали сегодня и гости из Киева. Первый вице-премьер осматривает локомат, аппарат, с помощью которого дети запоминают движение и буквально учатся ходить. Врачи говорят, техника безусловно эффективная, да не хватает комплектующих. Мы обязательно изыщем возможность реализовать еще один проект и приобрести сюда насадку специальную. А может быть еще один прибор локомата может быть в следующем году. Сегодня центр активно расширяется. В ближайших планах открытие отдельного диагностического корпуса. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Продолжение следует... Продолжение следует...